Всем привет! Как вы думаете, какой флаг вы видите перед собой? Да, я знаю, вы скажете, но это же очень просто, но нет, вы не угадали. Полная картина выглядит вот так. Это флаг австрийского региона, Нижняя Австрия. В этом видео поговорим о символах Украины. Может кто-то и удивится, но своих символов у Украины нет вообще. Да, конечно есть флаг и герб, но созданы они не украинцами и к Украине никакого отношения не имеют. Начнем с трезуба. У этого символа нет точного определения по его происхождению. Например, тамга хазарии выглядела точно так же, как и современный трезуб, а тюркский народ хазары проживали на южной территории современной Украины и России. Есть и вторая версия, та, которая больше нравится украинским историкам, версия о том, что символ трезуба относится к династии Рюриковичи и к Руси. Эта версия мне тоже гораздо ближе. Но как бы странно это ни звучало, трезубец гораздо ближе именно к русским, а не к украинцам, ведь это действительно был символ династии Рюриковичей, которая правила на Руси почти 750 лет, то есть 7 с половиной веков. Но ведь Рюриковичи начали править на Руси, на территории современной России, а не Украины. Рюрик начал княжить в Ладоге. А вот так выглядит герб старой Ладоги, который не менялся с 862 года. Это парящий сокол, именно этот символ и породил трезубец. Поскольку сейчас не очень хорошее отношение России с Украиной, то некоторыми русскими трезуб воспринимается враждебно, но это неправильно. Поскольку этот символ впервые появился на территории России, а не Украины, поэтому этот символ русским даже роднее, и то же самое можно сказать и про белорусов. Ведь именно на территории России больше всего по времени правила эта династия. Именно на территории России, а точнее в Новгороде, они начали свое правление. И уж конечно про государство Украина, Рюрики ничего и не знали, и не слышали. Ни для кого не секрет, что украинцы, это бывшие русские. Также ни для кого не секрет, что они отреклись от своих предков и самоназвания Русь в пользу украинных пограничных людей. Именно так их именовали соседние литовцы и поляки. Да, косвенно трезубец может и имеет отношение к Украине, поскольку там была Русь. Но только косвенно. Но к государству с названием Украина этот символ не имеет никакого отношения. Теперь переходим к флагу. 25 июня 1848 года впервые зафиксировали синий-желтый флаг в городе Львов. Но в качестве государственных символов такой флаг появился в Австрийской империи Габсбургов в далеком прошлом. Это был флаг нескольких австрийских провинций, который отличался только земельным гербом. В австрийской провинции Галиции до 1848 года был красно-синий флаг, который символизировал польско-немецкое единство. Во время восстания 1848 года поляки создали Народную Раду. В противовес которой 2 мая создали австрийцы, которая подчинялась австрийской администрации. При содействии губернатора Галиции, Франца Стадиона основали русское представительство под названием «Русская Рада». Члены Русской Рады под давлением губернатора Стадиона приняли для себя новое имя – Рутены. Австрийцы настояли на том, чтобы местное русское население перестало отождествлять себя с русскими и с Россией. Тогда же и возник вопрос о гербах и символах русской гвардии. 16 мая 1848 года Григорий Шашкевич от лица членов Русской Рады во Львове спрашивал в письме «Главной Русской Раде». Какие символы должны быть у местных рутенов? И ему дали ответ, который опубликовали в газете. В ответе говорилось, что герб и знамя Галицкой Руси – это золотой лев, поднимающийся на скале. В это же время австрийцы в отместку за участие поляков в восстании решили заменить красно-синий флаг Галиции, желто-синим флагом, своих провинций. Так как красный цвет был частью польского флага. И без объяснений повесили его, на ратуши Львова, в июне 1848 года. Таким образом они приравняли польскую Галицию, к остальным австрийским провинциям. Так и родился флаг Украины. И как вы заметили, украинцы к этому никакого отношения не имеют. На этом все. Всем пока!